Это достояние нашего города, России. Она приехала к нам в Петербург давно и поступила в консерваторию без экзаменов. Её пропуском был её удивительный голос, уникальный. В то время, ещё когда она объехала в консерваторию, её позвала Лидия Медвина, жена известного нашего тенора Александровича, Анатолия Александровича, и порекомендовала её в консерваторию, в которой уже не было места. Родилась Галина в Барнауле, изъездила всю Сибирь на сервячка, на громадном дыхании, здоровье пышет всегда у неё. И, конечно, обладает этим голосом, который только можно сравнить с голосом Варя Панина. Варя Панина в «Судьбе Галины Барановой» сыграла очень большую роль. Она тоже внешне похожа не только голосом, но и внешне похожа на эту большую цыганку уникальную, которая пела почти альто, контральто. И, ну, я скажу, что и Галя поёт такие же низкие ноты, но, может быть, более ещё нежные, бархатинские, проникновение, душа голоса Галины Барановой слышится в её записях, даже вот когда мы внешне её не видим, мы чувствуем, что кто-то поёт, как вот виланчей. И о её голосе слухи дошли не только, так сказать, в крупные города, вот у нас, а знают её за границей, за рубежом. BBC, BCM, эти радиостанции, телевизионные станции передавали передачи, неоднократно повторяют. Несколько месяцев назад опять BBC повторила передачу о Галины Барановой. И там исследуются даже какие-то исследования по поводу судеб. И почему уникальный голос не является вот у нас в России залогом известности большой, востребованности. Да, Галина Баранова известна, в Москве выступают, её приглашают, но это очень мало концертов, очень. У нас все артисты, знаете, вот в Петербурге уникальных артистов много, но какой-то такой город есть ли у нас, у нас обязательно всё, как бы сказать, милинируется. Редкая артистка, и никто его не знает, редкая от того, что никто её не видит. Все говорят, где Галина Баранова, где вы поёте? И, конечно, ещё большой акцент в судьбе Галины Баранной – это встреча с Валерием Агафом. И она как бы перешла с репертуара классического, песенного, она перешла в романс именно под влиянием судьбы. Потому что кто встретился с Валерием Агафом, именно творчески встречался, они все начинали петь романс. А судьба была такая, что Галина Баранова приехала на концерт, аккомпаниатора не было, фортепиано не было, и был только солист Агафоров. И он говорит, я вам подыграю, я могу только саккомпанировать, по-моему. И Галина пела только, она могла петь только классические романсы, потому что тогда не разрешали петь вообще романсы, песни, можно, советские показатели. И вот она сделала такой эксперимент. Она спела с Валерием Агафоновым, который ей аккомпанировал, подпевал и подсказывал слова. Получился так уникальный номер. Но, как всегда, никто не мог его записать, тем более в те времена, 70-е годы, когда, в общем-то, ничего и не записывалось. И вот после этого Галина стала изучать романс серьёзно и с Валерием Агафоновым, и сама. Она искала редкие романсы. Её программа не только вот голос Галины Барановой, но и программа её уникальна. Мы даже вот сегодня что-то услышим такое, что мы ничего не можем услышать, даже на пластинках. И в репертуаре певцов нет этих романсов. Приходят гости, приветствую тоже новых гостей. И скажу вам так, что, например, никто не пел до Барановой, почти не пели романс и слова Ольги Романовой. Не пели романс, уникальный романс на слова Пушкина, но музыку написал известный поэт, великий князь К. Р. Константин Романовый. Тоже это уникальнейший роман. И так далее, и так далее. Я думаю, Галина сама ещё объявит некоторые из своих номера. Сегодня аккомпанирует ей Валерия Бельская. Я думаю, Галя, видите, как она прекрасно выглядит, несмотря на то, что она есть, она на телевидении. Телевидение к ней приехало. На радио тоже пришлось ей давать интервью. И я думаю, романс Галя сама объявит. И где-то какой-то комментарий. Конечно, надо сегодня учиться с собой. Итак, главная роль, главный сольный вечер. Юбилей творческой деятельности и жизни. 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 Аплодисменты В ряду сидит, снимает Так что я думаю, что и записывается все это Ну, я еще хотела бы вам сказать, конечно Я думала, что у меня будут сегодня гитары К сожалению, Барсуков, мой, как сказать, спутник Он не смог прийти, потому что у него сегодня Юбилей у Игоря Дмитриева, 75 лет И он у него на концерте И он обещал прийти Но, к сожалению, поздно И поэтому часть, пришлось сейчас перекроить программу Потому что часть произведений не будет сегодня исполнена И, конечно, еще такой минус у нас Хоть и небольшой зальчик, но микрофона петь очень сложно То есть акустики никакой Белые, бледные, нежно-тушистые Кресет ночные цветы С ласк и безумно С ласк и безумно И нежные чары И нежные чары В нем трудно дышать Эта ночь ПЕСНЯ НА ИНОСТРАННОЕ Неведомо и ждут от рассвета. С луной неразручной грезят они и цветут. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 Лишь только вечер Затеплится синий Лишь только звезды Зажгут небеса И черёб в серебряный лигий Уберёт жемчугами роса Отварим тихоньку калитку И ой, и тихий сладкий Как тень Не забудь Потемнеет Накидку Кружева На голову Наден Там, где куще Сплетаются ветки Уголит Накидку Тебя Подожду И на сам Огонь И беседки Кружево Силы Силы Отведут Отведут Не забудь Не забудь Уголит Уголит Наден Наден Уголит 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 Ни Уголит 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 И лавашку, и утомлю, Тебе я лаской от него Утомлю, не уходи на путь со мной Не уходи, не уходи, не уходи Плает страсть в моей груди Восторг любви нас ждет с тобой Не уходи, не уходи Восторг любви нас ждет с тобой Не уходи, не уходи Не уходи, не уходи Плает страсть АПЛОДИСМЕНТЫ Юрия Решетникова Который представляет тоже вокальную команду Петербургскую Он совмещает много жанров И в то же время С Галой мы, в общем-то, не встречались В концертах совместных Вот, но я очарован ее Творчеством И нахожусь под его обаянием всегда Ну, начать, наверное, с того Мы, ну, шуты и придворные Всех эпох и времен Театральная сцена Наша плаха И трон Каждый вечер все заново Зал замрет И в стиши Раскрывается санвес Начинается жизнь Вот как получилось, что Галя Действительно дарит нам жизни Своим творчеством Очень много прелестных Восторженных минут Я расскажу один случай Ленконцерт Проводил художественный совет В концертном сале У финляндского вокзала Я не помню, какой это был год Но вы знаете, что такое Художественный совет И того времени И не буду об этом говорить Когда, после одного из таких Художественных советов Двое были приглашены на кладбище Вы поняли, да? То есть, кончалось с инфарктом И прочее, прочее Значит, по условиям Ну, корпуса Это не корпус, а совета Каждый должен был исполнить два произведения Выходит Галя И вот Я не помню, кто я комбанировал Но в ее исполнении Дремлют плакучие ивы Потрясло весь зрительный зал То есть, я впервые услышал этот голос Когда впервые Мой голос на голос Я просто агнул Что это такое? Откуда такой божественный дар? Немоверной красоты Мощи, благородства То есть, такое чудо Что зал весь замер И когда Галя кончила петь Я как крикнул «Браво» Весь зал стал кричать «Браво! Браво! 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 Браво!» И по-моему, она спела на втором И по условиям Третье петь не должно Но по-моему, Галя, тебя уговорили спеть третье Я говорю о художественном совете Ты у нас взялся в этом зале, помнишь? А нет, там совсем другая была история Я не знаю Вот, расскажи, Галочка Это было в летконцерте Это было в 1986 году У нас тогда была перестройка шла И у нас был, так называемый, отстрел То есть, людей, та самая Брали на выгод На выгод Непригодность на выгод Вы можете себе представить Я стояла на первом месте на отстрел На выгод На выгод На отстрел Ужас Вот, и когда я спела «Дремлют плакучие ивы» Вот Ну, у нас же это наша Лен концертовская жюри Или, как это, худсовет Да Он там не играл никакой роли Потому что комиссия была московская И московская комиссия Она просто Обалдела Сказали, что Неизгладимое впечатление Галина Баранова произвела На эту московскую комиссию Ну, а после После Сразу же меня Сняли в роли Вари Паниной И повысили ставку, да? Ой, ну ставку, ты меня извини Я за 10 рублей работала 30 лет Лет 25 лет Конечно Они мне повысили ставку Вот И все Нет Ставку Они не повысили Просто неизгладимое впечатление Вот И все Бесплатно Неизгладимое впечатление Да? Вот Представляете Бесценный божий дар Который, понимаете Я не знаю Наверное в мире Такое существует В одном экземпляре То есть такого контракта Вот я объехал много стран мира Знаком с многими выдающимися детям культуры Но как угалы Волос вообще не встречал Если кто-то говорит Из каких-то дураков Что такие рождают на 100 лет Нет Такие появляются раз И на все времена Аплодисменты 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 Аплодисменты